Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс продолжает свою программу. В Чикаго 9 часов 30 минут утра, на восточном побережье Нью-Йорк, Вашингтон 10.30 утра, на западном побережье в Калифорнии, Лос-Анджелес, Сан-Франциско 7.30 утра, ну а в Москве 18.30, московское время 18.30. И сегодня у нас 16 декабря 2016 года, и на связи у нас впервые очень интересный человек, который, так сказать, по ассоциациям, вот мне посчастливилось с ним познакомиться. Я хочу сейчас представить и вынести на суд наших радиослушателей, ютуб-зрителей, поскольку все программы записываются, выкладываются в ютуб, и наши координаты сангейтсрадио.ком, сангейтсрадио.ком, на скайп сангейтс 1.08. Ну, а моего собеседника зовут Александр Алимов, он находится в данном случае в Москве. К ряду, кого он себя причисляет сейчас, он расскажет сам. Ну, вкратце могу только сказать, какие там были ассоциации. Ну, многие знают и многие смотрят, и очень востребованные наши программы, которые мы ведем, я веду с западным шаманом Сергеем Мельником, Александр Алимов, является его другом и соратником, будем так говорить. И в тесном контакте, все-таки на одной территории, и довольно близко друг от друга они находятся. Ну, и вот сегодня мы беседуем. Александр, здравствуй. Здравствуйте. Да. Рад приветствовать тебя в нашем эфире. Ну, я знаю, да, я знаю, что способности, есть люди, которые получают свои экстраординарные, мы будем так говорить, способности. Ну, с рождения кто-то рождается, кто-то получает эти способности после каких-то там серьезных событий, в частности, связанных с клиническими смертьями, какими-то травмами, и потом они вот таким образом и живут, находясь среди нас, простых смертных, которые не видят и не слышат то, что видят и слышат они. Ну, у тебя был опыт выхода из тела, насколько вот мы с тобой беседовали до этого. Ну, то есть, получается как? Вот до этого момента ты был абсолютно нормальным человеком, да, как мы все нормальные люди, и ничего за собой такого странного для многих не замечал. Ну, жил и жил. И вдруг ни с того ни с сего выход из тела произошел, причем он произошел, ну, наверное, ты же практиками каким-то занимался. Вот расскажи, как и что было, и что теперь? Ну, если взять с самого начала, вспоминая вообще свое детство, когда-то я думал, что я просто играю с чем-то. Сейчас анализирую я ситуацию, которая происходила со мной в детстве, и потом я понимаю, что все это вело к этому. Да, в виде каких-то, может быть, игр, состояний. И первый раз, когда, ну, честно, я чуть не умер, у меня была температура 42,2, причем это резко началось. По идее, по статистике врачей, я должен умереть был. Да, как бы, потому что кровь сворачивается при такой температуре, и все, и человек сгорает полностью, он умирает. А вот, а все началось буквально, там, в течение, наверное, 10 минут, и в течение полчаса все быстро закончилось. Только вот, когда я выходил с кареты скорой помощи, вот, меня отпускает, и как будто вас с ведра начинает поливать. Вот, в прямом смысле этого слова, вот так с меня выходил пот. Вот, то есть, когда у меня было такое состояние, меня трясло просто не по-детски. Ну, вот, если вы хотя бы видели хоть раз, как в эпилепсии человек вот его вот так вот трусит. Вот точно так же у меня такое же было состояние, только я все ощущал, все внутри, был при памяти и так далее. Вот, и потом, когда так получилось, что я увидел видео Алексея Пахабова, где он сидел на Арбате и рассказывал своей первой книге, и рассказал он о Сергее. Я заинтересовался и решил найти Сергея, с ним как-то познакомиться, пообщаться. Вот, и я был удивлен, когда Сергей пошел очень быстро на контакт, причем свободно так, по идее, как бы, ну, я всегда считал, что такие, как бы, ну, то, что, даже не то, что неземные люди, а как бы они более возвышены. Вот, и нет, Сергей оказался совершенно очень открытым человеком, он пошел на контакт, и так вот мы познакомились. Потом он пригласил меня на свой семинар через TeamSpeak, через программу, через специальную. Вот, и когда мы совершали после, ну, было ряд практик, когда мы совершали медитацию, то есть меня вынесло из тела физическом, я очутился на орбите нашей планеты. То есть, и потом, когда у нас все закончилось, я резко начал отписываться, помню, Сергею, как, потому что у меня пошли видения прошлых своих воплощений, где я там был одним человеком, другим, женщиной, мужчиной, даже там инопланетным существом. Я помню, Сергей мне писал, ну, как бы, не заостряя на это внимание, пробую погружаться еще глубже. Вот эту фразу я запомнил навсегда. Вот, и через полтора месяца у меня случился первый контакт. С моим первым учителем. Первый контакт чего? Ченнелинг. Ченнелинг. В контакт, да. То есть, случилось это, опять же, через выход тела. То есть, вот эти полтора месяца, если честно, у меня не получалось выход. Вот этот спонтанный выход у меня произошел, и как бы на этом все закончилось. А что такое, прости, с первым учителем, имеется в виду с учителем физическим существом? На тот момент пришел физический учитель, но на тонком плане. Это не был Сергей Мельник? Нет, это не был Сергей Мельников, потому что я как бы, я очень уважительно к нему отношусь, и это действительно для меня друг, и я всегда буду ему благодарен за то, что он приоткрыл для меня этот путь. Но, как говорится, у каждого свой путь. Это правда, да. И я пошел своим путем, как бы сразу отделившись. Почему-то вот как-то интуитивно, не знаю, меня как-то само понесло в это направление, и все. И вот так вот случился у меня первый контакт с первым учителем, и мы начали с ним занятия. Потом уже после... Прости, пожалуйста, еще раз, я буду перебивать потихонечку. Занятия... Какие занятия? Занятия происходили на тонком плане. Нет, о чем идет речь? Занятия в какой области? Некоторые вещи я не могу рассказывать по тем или иным. Не, не надо рассказывать детали, это имеется в виду раскрытие своих способностей. Раскрытие, ну, скажем так, раскрытие своих энергетических способностей. Энергетических. Вот об этом и тут речь. Активация была, после которой первый раз в медитативном состоянии меня пробивали потоком огромной энергии. То есть, это случилось первый раз вот тогда. Вот так. Понятно, понятно. И как долго продолжался и продолжается ли он сейчас этот контакт? Продолжается, но с переходом. Там получилось так, что некая есть система переходов с уровня на уровень, как в школе. Ты сначала в первом классе, во втором. И на каждом курсе вам дается определенный набор знаний. Да, это потом я понял, почему так это происходит и для чего это так делается. Потому что нашему телу нужно привыкнуть вообще к новым состояниям, скажем так, чтобы не сломаться. Ну, это то же самое, что если, к примеру, обычный человек, который раньше не занимался гиревым спортом, он сейчас придет и сделает программу, к примеру, человека, который занимается этим 10 лет. Вот здесь то же самое. Да, то есть, просто тот человек, который придет и сразу начнет эту программу делать, и я так могу сказать, он просто на следующий день не встанет с кровати, наверное. У него будет адски болеть все, все тело. То есть, и здесь, вот я бы так сказал, здесь телу нужно время. Время, чтобы привыкнуть к новым состояниям, чтобы не сломаться. Понятно. Ну, хорошо. Но это был первый учитель, так сказать. Первый, потом. Мы понимаем о том, что да, мы переходим с уровня на уровень, и даже в пределах одного, скажем, высшего или любого учебного заведения есть эти уровни. Потом мы заканчиваем его и идем выше. То есть, получается, что тот учитель, который был, ну, мы меняем и идем, эволюционируем, будем так говорить. Потом у тебя был другой учитель, но это были все физические люди. Это уже не физические люди. Дальше уже не физические, это было энергетического уровня. Вот, учитель, я их называю лучшими учителями, так называемые. Они находятся вне нашей планеты, вне нашего измерения вообще даже. Но это имя, которое нам всем известно, да? То есть, это личность, наверное, которая приходила уже, или это какая-то абстрактная, абстрактная какой-то там... Сейчас это, да, личность известная. Сейчас. Но я так могу сказать, был период, когда у меня было таких семь учителей сразу. Когда мы сидели в ряд, и я сидел один. То есть, в высших сферах, когда я делаю выход из тела, переношу свое тело туда, к ним, и там происходят все занятия, которые у меня. Переносишь, имеется в виду энергетическое тело? Да, ну, то есть, ментальное тело, оно имеет возможность перемещаться, на самом деле, с огромной скоростью, моментально, то есть. Понятно. А скажи, пожалуйста, вот то, что ты говоришь, ну, скажем, ты обучался и продолжаешь обучаться, это... Ты сам решил, что тебе это надо? Или был какой-то сигнал о том, что это нужно, ну, скажем, всем? Или это нужно каким-то избранным людям? Вот ты такой сигнал получил, и ты сейчас этими вещами всеми занимаешься, обучаешься. Более того, обучаешь других. Ну, я бы так сказал. Наверное, по поводу избранных людей это слишком громко. Громкие, наверное, слова. Тем более, я к таким себе не отношу. Прости, я не имел в виду избранный, избранный, там, богом избранный и так далее, аватар. Нет, я не имел в виду, я имел в виду избранный неординарный человек, который обладает какими-то... В данном случае ты уже обладаешь способностями, обладал ими, и тебе, так скажем, легче. Я сейчас говорю о тех людях, которые не обладают такими способностями, они ординарные люди, они, ну, как все, будем так говорить. Вот им это надо или это нужно было и нужно только тебе? Нет, эти способности есть у каждого человека. Давайте начнем сначала, потому что многие задаются вопросом. Я в свое время задавался вопросом, какая форма первая появилась на нашей планете. Я бы так сказал, все наше развитие — это эволюция. И первая форма появилась — это эфирное тело. Потом эфирное астральное тело, потом физическое, уже с совмещением эфирного и астрального, и закреплено ментальным уровнем. Вот тогда мы сформировались полностью, можно так сказать. Вот, ну, я… Я буду говорить так, как мне рассказывали мои учителя, и это не просто многословность, то есть они мне показывали, рассказывали. Вот. Есть люди, которые просто уже в нынешнем воплощении, они просто дошли до этого уровня, до этого уровня эволюции. А есть люди, которые не дошли. И вот они иногда случайно активируют вот эти способности уже в нынешнем воплощении. То есть это через, к примеру, мысли, действия, слова, воздух — это все энергия. То есть когда человек, к примеру, очень сильно нервничает, он концентрирует всю свою энергию внутри своего тела, да, внутри своей головы. И эта энергия начинает скапливаться внутри. И происходит в дальнейшем эффект некой бомбы, которая взрывается, и вот эта волна начинает активировать определенные участки. Зоны, к примеру, уровня подсознания, там, чакры и так далее. То есть активируются некие вот эти способности. Когда-то, когда-то нам их заблокировали по одной простой причине, что нынешние цивилизации шли другим путем. Это привело к уничтожению и себя, и планеты. Поэтому была задача сделана так, чтобы мы плавно подходили через эволюцию к этому и учились это ценить. Не использовать в каких-то корыстных целях для войн, опять же, да, а чтобы мы понимали, что это наше единое целое, что наше развитие так поступает. И нет выше или ниже людей. Все мы одинаковые. То есть я поэтому не стремлюсь распределять людей по кастовым системам, по каким-то еще. То есть для меня все люди одинаковые. То есть даже я себя не считаю каким-то возвышенным человеком. Ну, я так могу сказать. Когда-то эта эйфория прошла. Наверное, каждый сталкивается с этим, когда идет в развитие. Вот это круто, это классно, да. Ты можешь что-то делать, ты там лучше других. Ты так считаешь. Вот это ошибочное твое мнение, которое потом после осмысления определенного этапа проходит. И ты, можно сказать, опускаешься к людям на этот же уровень. И ты понимаешь, что вы одинаковые. Нету среди вас различия никакого. То есть, ну, по крайней мере, я так считаю. Я понял, я понял. Хорошо. Ну, вот, то есть путь, который ты проходил, начал проходить и проходишь, он довольно-таки по срокам небольшой, верно ведь? Да, как говорит наш общий друг, вот, я прошел это очень быстро, за 4 года. Ему потребовалось на это больше времени. Просто когда-то мы этот вопрос обсуждали, как бы он высказался, поэтому говорю его словами. Да, но все это происходит за счет того, что в прошлых воплощениях человек уже начинает этим заниматься. Поэтому в нынешнем воплощении это может очень быстро проявиться. Либо нужен определенный этап, чтобы дойти, чтобы это проявилось. Через определенные состояния, может быть, осмысление, понимание и так далее, отработка кармического своего цикла и так далее. Ну, интересная концепция. Хорошо. Саш, ну вот, ты 4 года занимаешься, ты только занимаешься только этим? Это теперь твоя, так сказать, ну, не знаю, дело всей жизни, работа, хобби? Или ты, чем ты сейчас вот тогда, вот, ты получил, ты развиваешь свои энергетические тела, правильно ты говоришь? Да. Ты входишь в какой-то, ну, вот, как Сергей, он ищет этот путь высшего я, нахождение себя внутри, ну, скажем, мироздания. Кто мы такие есть? И это, как бы, ну, конечная цель вот этого всего. Потому что, когда человек это понимает, и особенно, когда он уже реализованный человек, тогда он уже выполнил, будем так говорить, свой земной путь пока что, во всяком случае. Но мы к этому должны идти, кто-то быстро, кто-то медленнее, кто-то вообще и близко даже этого не начал. Ну, вот для наших радиослушателей, а наши программы, в общем-то, слушают довольно много, и они реагируют, особенно, мы сейчас говорим примерно в том формате, как мы говорим Сергея, как что и для чего надо. Но Сергей полностью, так сказать, закончил свои материальные какие-то вещи, имеется в виду хождение на работу, бизнес и все это. Он только занимается, развивая самого себя, он помогает развиваться другим. Что делаешь ты? По сути, то же самое. Почему? Потому что в начале своего пути, я так же, как и все, когда начал развиваться, я работал тоже на, ну, назовем это так, на физической работе. Вот, я пытался совмещать, и, если честно, каждый раз мне учителя говорили, что ты должен окончательно принять свой путь. То есть, я по разному роду причин пытался это оттягивать как нужно больше. И каждый раз у меня с физической работой заканчивалось, как бы, таким небольшим крахом. Вот, и в один такой определенный момент я понял, что все, то есть, это не мое, вот именно физическая работа, что вот в этом мой путь окончательный, и я должен по нему полностью двигаться. То есть, когда я понял это все, то есть, моя жизнь начала резко меняться. А какого рода была твоя физическая работа? Последняя моя работа, я был региональным руководителем московской компании в городе Краснодаре. Ну, то есть, это бизнес? Да, торговля. Торговля? Да. Понятно. То есть, ты занимался, ну, кто-то у нас ходит на работу, они работают физически, в кастовой системе это называется шудры, кто-то работает головой, в кастовой системе это называется вайши, а кто-то у нас двигает, скажем, армию вперед, а кто-то у нас учителя, скажем, браманы, брамины. Так ты, скажем так, со второй категории, получается, будучи вайшей, стал заниматься обучением других людей, это так же, да, и помогать им, верно? То есть, ты, по сути дела, стал, перешел в высшую касту, которая называется браманы. Ну, в общем-то, люди, которые жили в те времена, визические времена, им категорически не рекомендовалось переходить из касты в касту, но тут момент есть какой. Сегодня, тогда люди знали, сегодня люди не знают. Поэтому они занимаются то, чем им не положено заниматься по своей природе, будем так говорить. Теперь ты веришь в то, что ты занимался, это не было твоей природой, а природа твоя именно то, чем ты занимаешься сейчас. Да, теперь я это понимаю, но, конечно, с кастовой системой я понимаю, что многие очень, как бы, привержены к этой системе. Я не сторонник данной системы, но я понимаю, что все меня вело к тому, что к вот этому пути, которому сейчас. И то, что сейчас я обучаю людей, опять же, прошел определенный период, этап времени. И опять же, огромное спасибо нашему общему другу, который меня единственным поддержал, это поддержала моя семья, и он поддержал меня. Когда мы с ним разговаривали, он говорил, пробуй, пытайся, потому что людям нужны знания, поделись знаниями. Ну, это с точки зрения того, что надо людям. Мы все, довольно часто, многие из нас, пытаются помочь другому человеку. Это здорово, это благородно, помочь другому человеку. Это, ну, правильно, будем так говорить. Но ведь спасение утопающих – дело рук самих утопающих, как мы знаем. И поэтому мы пытаемся им помочь, когда нас не просят. Как ты относишься к этому? Ну, вот ты видишь, человек страдает, мучается. Придешь ли ты ему помогать, или ты подождешь, когда он тебя попросит? Здесь, я бы так сказал, палка о двух концах. Потому что на тонком плане, как раз, не рекомендуется заниматься медвежьей помощью. Да, ты вроде делаешь это на благо, но на самом деле делаешь во вред. Во вред человеку. Вот. То есть, если сам человек не попросит, этого делать нельзя. Понятно, что я могу переступить через это правило. Потому что я человек, у меня есть тоже сердце, есть свои определенные чувства. И, к примеру, когда сидит там бабушка, у которой пенсия очень маленькая, я никогда не пройду мимо, я всегда положу деньги и так далее. Потому что я понимаю, что ей гораздо хуже, и вот эта копейка, я не знаю, тысяча рублей, либо пятьсот, поможет ей прожить какой-то определенный момент своей жизни. Вот поэтому как-то так. Хорошо. Но, тем не менее, существует такое понятие карма. И карму, как мы знаем, еще никто не отменял. Есть причины, почему человек, ну не знаю, болеет, скажем. Есть причины. Ну, я с этим очень хорошо знаком, поскольку я посещаю, такое место есть на земле, об этом я уже много раз говорил, в Бразилии, где живет и работает очень известный человек во всем мире. Его зовут Джонат Бога, Жуао, португалец, это Бразилия. И там почти 50 лет приезжают люди со всего мира и исцеляются. Он их исцеляет. Не всех, естественно. Очень немногие люди исцеляются. Почему? Ну, там очень странная вещь происходит. Там рекомендуется, там никто никого, естественно, не заставляет, но рекомендуется там на первых порах простить своего обидчика. На втором этапе его надо полюбить. Как можно полюбить обидчика, преступника, допустим, который по отношению к тебе или по отношению к другим людям совершил какие-то действительно в нашем понимании преступления. Но это процесс исцеления, это процесс лечения. То есть, получается, что человек по каким-то причинам заболел. То есть, это является причиной. Уже следствие это то, чем он заболел. И какая степень заболевания этого. Ну, то есть, если человек будет нетерпимо относиться к другим людям, если он, ну, мы знаем эти все негативные эмоции, реакции, эти низкие вибрации, это мы знаем. И вот это самая главная причина. Что толку его лечить, если мы лечим следствие, а не причину? Ну, мы сейчас говорим на тонком ведь плане. Мы сейчас не говорим с точки зрения врачей, которые обязаны, давшие, ну, будем говорить условно, к Гиппократу, обязаны излечивать больного и так далее. Не считаешь ли ты в данном случае, если ты вмешиваешься в ход, ну, мы сейчас об этом будем говорить, все-таки конкретно чем ты занимаешься, помогая другому человеку, ты вмешиваешься в ход или в течение этой кармы, которую человеку надо как-то отработать все-таки? Хороший вопрос. Я отвечу на него так. Когда мы самостоятельно, без просьбы человека вмешиваемся, тогда мы действительно вносим свою деструктивную программу в кармический цикл. То есть это как, представим, это как некая программа, составленная программистом, да, и туда начинает вмешиваться хакер, запуская свой код. Да, начинает программа лететь. Вот в этом случае нельзя никогда вмешиваться, да, если тебя человек не просит. Но, как известно, и мне, как говорили учителя, человек может менять свою карму. Он может ее чистить, он может ее изменять. В том случае, если он проходит определенные этапы, идет осмысление, отработка и так далее. Но еще есть другой этап, когда человек к тебе обращается, значит, его направляют к тебе за определенной помощью. Да, и здесь самое главное, человек, который помогает, он должен объяснить такие аспекты в мелочах, что не только зависит, вот, пальчиком щелкнуть и все, изменится. Нет. Ведь, как я уже говорил, слова, действия, мысли, все это энергия. То есть, ты сейчас помог человеку, он пошел, понервничал, схватил опять энергетический блок, вернул свое состояние на прежний уровень. Опять же, это физическое состояние, это энергетическое, это питание, это образ жизни вообще, в общем. И это наши мысли. Вот это все каждый, я считаю, целитель должен объяснять человеку, который приходит к нему, что он должен над собой работать. Не будет вот так вот. То же самое делаю и я. И даже со своими учениками сейчас здесь, в Москве, мы проходим такую практику, когда человек начинает погружаться в одну из примеров своих таких проблем. К примеру, негативный какой-то опыт у него был, да, он понервничал, поругался с человеком, к примеру. Я заставляю их, ну как не заставляю, а говорю им, чтобы они погружались в это состояние, вспоминали все, что они говорили, все, что они испытывали, все. И как неким потоком внутри себя энергии, выводили все из себя, не оставляли внутри себя, а выводили это все. То есть избавлялись, это как некие гантели, которые мы сами себе цепляем в течение жизни. Избавляясь от этих гантелей, нам легче идти по жизни. А вот накопление нас тормозит, потому что мы из-за этого груза, мы не можем дальше двигаться. И не можем двигаться не только в развитии, да во всем, ну в нашей жизни все развитие. Все, что мы делаем, это развитие. Не только развитие магических, либо экстрасенсорных, сейчас популярна экстрасенсорика, вот слово это, да. Но и также и в физической работе, там, и, к примеру, где ты работаешь президентом и так далее. Каждый человек должен понять, что ему придется меняться. Не в этом воплощении, либо в следующем, либо через два, либо через три воплощения, но все равно придется. И лучше начать меняться в этом воплощении, чтобы на следующее свое воплощение у тебя были другие уже задачи. И тебе жизнь была облегчена тем, что ты избавился от тех кармических своих блоков, которые препятствуют твоему развитию в дальнейшем. Саш, ну, ты говоришь, что у тебя есть ученики уже, они есть у Сергея Мельникова, естественно, и ты сам был в качестве одного из них. Есть ли разница между той методикой, которую обучает Сергей Мельников, и твоей методикой, когда ты обучаешь своих учеников? С моей точки зрения есть очень небольшая группа людей, которая хотела бы, наверное, так скажем, пойти за каким-то духовным своим развитием. Мы живем в материальном мире, и материальный мир диктует свои... Мы живем по законам. И один из законов – это все-таки материальная мира. Это комфортное в нем существование. Это надо нам для того, чтобы таки-то развиваться выше в духовном направлении. Тело-дух-душа, тело-ум-душа. И до тонких тел еще далековато. Мы еще, дай Бог, с грубым телом справиться. Когда ты говорил, с чего все началось, то я могу провести аналогию. Это именно так. То есть мы существуем в пяти... Есть пять видов, ну, это называется, допустим, в Санкт-Криске есть слова, но все началось с эфиром. То есть тонкие элементы. Самый тонкий элемент – это эфир. А дальше мы спускаемся ниже, дальше будет воздух, дальше будет огонь, дальше будет вода, дальше будет земля. Все то же самое, то, что ты сейчас описал, до того ты писал, это эфирное тело, это самое, да, это самое, так сказать, первое тело. Ну, вот давай по порядку все-таки. Отличается ли методика от этого? И как ты считаешь все-таки, с чего надо человеку, с твоей точки зрения, без аналогии с тем, что делает Сергей, вот как ты считаешь лично, надо было с чего начинать человеку? Ну, я считаю, что, так сказать, у нас, у каждого человека в нынешнем воплощении есть определенные задачи, есть свой путь. Честно, не считаю, что Сергея программа, она как-то плоха, потому что у меня после всего лишь одного семинара проявились такие способности. Я никогда не буду считать его программой плохой, то, что он дает, то, что он обучает. Он пришел к этому, значит, в этом его путь. Мой же путь в немного другом. Вот я это и спрашиваю, да, я не говорю. Здесь это все надо совмещать, и я это также совмещаю в своей программе. Да, потому что у меня больше задача, как мне говорили мои учителя, я не называю себя учителем, я наставник, тот, который помогает проснуться чуть более позже, чем нежели проснулся я, к примеру, там, либо кто-то другой. Мы как помощники. Потому что всем известно, что должен предстоять переход. И переход, я могу сказать, так будет. Не физическое тело будет переходить. Почему физическое тело на каждое воплощение дается разным? Разве, прости, я тебя прерву, а разве не было еще перехода? Нет, еще не было перехода. Считается квантовым, мы говорим о квантовом переходе, правильно? Это будет совершенно другое тело. Ну, то, что называют сегодня квантовым переходом, которое считается, произошло, почему называли, точнее, конец света, там, 21, по-моему, декабря 2012 года, потому что, ну, это точка отчета вот перехода в квантовое состояние, то есть, мы, как бы, для нас ничего не изменилось, но, тем не менее, изменилось очень многое. То есть, еще его не было. Нет, это было только начало. Это как некий звонок-будильник. Ну, отчет. То есть, многие гадали и думали, в чем же секрет календаря Майя, вот в этом будильнике, который зазвенел, который предвещает. И вот так, вот как мне мои учителя сказали, это и было предвестие того, что грядут изменения. То есть, следующая форма, как мне объяснили, почему меня настолько там прокачивают энергетически, это будет совмещение всех тел, всех тел и высшего нашего разума, высший разум, что я подразумеваю, дух, душа, высшее я, подсознание, ментальность. Все это будет совмещаться с тонкими телами, вот это будет следующая разумная форма существования. Как мне объясняли, я не буду ни с кем спорить, может, у каждого свое мнение. Я привык всю информацию проверять всегда. То есть, я не спешу выдавать ее в мир как-то. Я всегда ее проверяю. Даже мои учителя подвергались очень долго проверке, честно. Очень долго. Я проверял и через свою подругу, которая, так же, как и Сергей, в начальном пути мне подсказывали определенные моменты. Да, пускай я у них не учился, но они мне помогали. Моя подруга проверяла моих учителей, потому что она 20 лет, она уже контактер, то есть, у нее опыт, она как ходячая книга. Она мне помогала на начальных порах, можно так сказать. И я долго не мог довериться учителям. То есть, мне нужно было получить результат. Вот практики, которые мне дают в виде информации для меня, знание, что это? Это практики, то есть, это информация, практики, результат. Вот тогда для меня слово знание закрепляется. То есть, вот это можно назвать знаниями. Вот, и я проверял все на практике. И когда я видел результат этим знанием, вот тогда я начинал в них верить. И поэтому я буду говорить только за себя. Я практик, я не теоретик. Я практик, я привык все проверять на себе. На себе, на других и так далее. То есть, кому нужна помощь и так далее. Ты знаешь, мы, как в том фильме, русском старом, мы с тобой одинаково небрежны. Пароль. То есть, в данном случае, я тоже люблю проверять, причем на себе. Мы беседовали, да. И ты говорил, что там, скажем, есть. Дорогие друзья, обращаясь к нашим радиослушателям. Ну, в общем-то, мы же все знаем. Особенно те, кто слушают наши программы. Мы же не встречаемся просто поговорить или там о чем-то. Эти люди, которые несут информацию, которая может быть очень полезна, в первую очередь. Ну, и она, ко всем прочему, интересна. Поэтому я, допустим, прежде чем беседовать и в эфире с Александром Малимовым, побеседовал вне эфира. И в качестве подопытного кролика, как я обычно себе так это даю задание, я им и был. И вот Александр мне рассказал, что я из себя, скажем, представляю, какие у меня есть возможности и способности. Поэтому я могу предложить, если есть такое у вас желание, друзья, намерение, пообщаться с Александром. Пожалуйста, еще раз напомню наши координаты. Это sungatesradio.com, sungatesradio.com, это sungates108. Ну, есть люди, которые слушают на нашем континенте, США, Канада, и не только на наших континентах. Пожалуйста, еще раз желающим позвонить. Это 1847-226-9956, единица, это код страны. И мы вас перенаправим к Александру и будем беседовать. Саша, ну вот, что все-таки в твоей практике сегодняшней главнее, ну, скажем, обучение или лечение, будем, исцеление. Нет, вот сказать, лечение, ты не доктор, но ты же помогаешь на тонком плане людям ведь исцеляться, правильно? Физически, физическое тело исцелять. Что главнее? Или это равноценно? Для меня главное вообще по жизни – это первая семья, а потом все остальное. То есть… Я имею в виду практику, работу. Я понял. Просто когда… Я очень много слышал о том, что люди, которые вступают на свой путь, их часто разъединяют со своими семьями. То есть у меня такой некий, случился договор. Я не хочу… Договор с женой или с высшими силами? С высшими силами, да. Потому что я хочу развиваться вместе с ними. И по поводу вашего вопроса, так могу сказать, я не распределяю это как-то все. Это все едино. То есть обычно люди привыкли давать новые названия, называть что-то, еще что-то. Как-то даже одно значение они могут назвать по-разному. Хотя первоначально это будет считаться той точкой, как это было названо в Перуги. Тоже как у Создателя. То есть я не буду ни с кем, опять же, спорить. Это первое его имя, которое было, которое будет и всегда будет. Еще раз, какое имя? Создатель. Тот, кто все создавал. Ну, понятно. Но могу так сказать. Очень нейтрально, так скажем. Без имен, да? Да. Но есть еще сила больше. Больше Создателя. Которая создавала его. Разве? Всегда был вопрос, что главнее, курица или яйца, да? А если есть Создатель, то кто создал Создателя, верно? Но это же чисто физический, материальный вопрос. Создателя не создают. На то он и Создатель, чтобы создаться. Я тоже так думал. Но задался этим вопросом относительно недавно, посмотрев один фильм. И этот момент, вот единственный момент, я встречаю уже везде, где только можно. Я понимаю, что наш Создатель также проходил определенную эволюцию. То, что он сейчас... Люди, я понимаю, что ему форму какую-то преодолевают. Да, он может... Присвоили. Да. Он может себе создавать форму, переходить в различные состояния. Я так могу сказать. Это огромная энергия. Это просто огромная энергия. То, что вы даже представить не можете себе. Это огромнейшая энергия. Чистая настолько, что, ну... Я один раз испытал его свет. И честно могу сказать, это состояние полностью парения, когда ты находишься даже вне своего тела, находишься у учителей. Ты испытываешь его свет на себе, а связь с физическим телом у тебя все равно остается. И ты вот эти два своих тела, физическое и ментальное, ты ощущаешь в неком парении. Ты просто ничего не слышишь, ничего не видишь. Ты просто ощущаешь такую благость, такое спокойствие, такое состояние. Ну, не передать, наверное, словом. Такой свет яркий просто. И вот из-за фильма я начал задумываться. А на самом деле, ну, потому что вот вопрос там стоял в фильме насчет времени. А какой фильм, прости? Что? Какой фильм? Доктор Стрэндж. Я смотрел, и опять же время. По ходу времени, опять же, встречал в фильме Люси, встречал там мультсериали Аватары, ну и так далее. Много где это, и документальные фильмы, опять же, время, 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 время. И я понимаю, что над нами вот как раз и властно время. Через время мы проходим определенные эволюционные этапы. И так же, как и наш создатель, тоже проходили. И я выходил за пределы. То, что могу так сказать. То, что некоторые ученые, приближенные к неким своим теориям, я могу сказать, это правда. Потому что на тонком плане также ты видишь. Ну, чтобы начать видеть, нужно практиковать. Опять же, на тонком плане. Это уже вне физически. И ты так же можешь видеть, чувствовать и ощущать все. Когда где-то бываешь, куда-то переносишься. А вот и я выходил за пределы. И видел, что и как там. И там так же есть жизнь. Саша, это очень интересно. Я бы даже сказал, настолько интересно, что я, в общем-то, как-то уже перерасходовал время, отведенное на эту программу. Лимит у нас уже вышел. Но у нас это первая встреча на самом деле. И обращаюсь на всякий случай. Это, может быть, всплывет потом. Ну, у Саши есть, насколько ты мне рассказывал, есть договоренность о том, что у тебя есть ученики, которые находятся в Соединенных Штатах. И ты собираешься посетить. Нет, не ученики. Я просто получил предложение когда-то приехать в Америку. Но уже получил предложение от вас тоже. Об этом я еще не говорил в эфире. В эфире нет. Но и как бы я задумался насчет этого. И я чувствую, что надо. Потому что... Сигнал? Сигнал. Это как некий сигнал, да. И я понимаю, что моя задача в этом помочь. Даже не пробудиться, а помочь на первых порах людям, которые уже пробудились. Либо собираются пробудиться. Видите, это то же самое, как птенец, который в гнезде первый раз вылупился. Его охраняет мама, она его чему-то учит, невербально, вербально и так далее. Здесь то же самое. Потому что человек сталкивается с тем огромным потоком информации. И этот поток, если честно, очень сильно искажен. То есть он начинает читать от отсюда, от отсюда, от отсюда. И вот формируется, как я называю, некий эффект библиотеки. То есть человек заполняет свой разум информацией. Но как применить, он не понимает. Потому что одна информация расходится с другой информацией и так далее. Моя задача просто провести некий этап человека, после которого он увидит, в чем его путь. Вот именно уже в развитии, в чем его путь. Потому что в развитии тоже надо найти свой путь. И понять, для чего тебе это развитие. А развитие сейчас дается для как раз перехода. Почему сейчас многие дети рождаются уже настолько с явно вырученными способностями. И это просто, я иногда поражаюсь. У меня у самого сын, и я поражаюсь его способностями. Я понимаю, что дети как-то больше. Но я стал замечать в детях, что они настолько стали сильнее в этом плане. Настолько они усилены. Настолько эта активация идет у них. Что это не сравнить, к примеру, лет 5 назад. Саша, ты знаешь, ты меня вот навел на мысль о том, что мы беседуем с очень многими людьми. И мы все время говорим о нас, о взрослых людях, которые, ну, хотят или не хотят, или не знают, не понимают, но имеют, в общем-то, какую-то информацию, которая может им помочь. А вот про детей мы как раз таки не говорим. То есть, очень и очень мало. Давай мы в следующий раз, если ты не возражаешь, поговорим на эту тему о наших детях. Те, которые родились в это время. Ну, мы знаем, этих детей называют детьми индига. Ну, это 80-е годы, это уже дети индига. Потом называют кристаллическими детьми и так далее. Вот давай мы с тобой поговорим в следующий раз об этом. Ну, продолжим, естественно, тему, которую мы начали сегодня. То есть, для чего человек делает что-то, для чего он живет, функционирует, какова все-таки его цель. И с чего надо было начинать для того, чтобы, если он чувствует какой-то дискомфорт в том, чем он занимается и как он живет, так с чего надо было бы начинать такому человеку. Ну, еще раз, первая программа, на мой взгляд, это было интересно. Во всяком случае, мне было интересно. Мы посмотрим, как наши радиослушатели будут реагировать на это. И я вас призываю, дорогие друзья, напоминая о том, что мы беседуем с Александром Алимовым, первый раз, другом и соратником, как было у Ленина Крупская, так, простите за такую дурацкую аналогию, возможно, у Сергея Мельникова. Я на этом хотел бы попрощаться, поблагодарить, Саша, тебя, поблагодарить, дорогие друзья, вас, которые будут смотреть нас в Ютьюбе. Оставляйте свои замечания, комментарии, предложения, ну, как и в Центр Сангейс, так и вопросы к Александру Алимову. Ну, а те, кто все-таки проживает на нашем континенте, имеют возможность приблизиться к Калифорнии и к Чикаго. Да, я действительно предложил Саше, поскольку он собирался приехать в Калифорнию, я говорю, ну, по дороге заедь уже. Мы как раз посередке находим, ближе, кстати, к Нью-Йорку, потому что самолеты прилетают в основном в Нью-Йорк. Хотя есть и в Чикаго тоже есть. Ну, и на территории Центра Сангейс мы будем общаться и до приезда, и во время приезда. Все, всего доброго, еще раз спасибо и успехов. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok